Здравствуйте, дорогие ученики! До этого, кто мне скажет, ребята, мы какую тему с вами проходили? Руку поднимаем, с места не отвечаем. Кто мне скажет? Асель Гулева, скажи, пожалуйста. Круговорот воды в природе. Правильно, правильно, хорошо. Мы начали с вами раздел гидросфера. И теперь у нас очень интересная, скажем, презентация будет. Можно сказать об этом разделе. Суть вот этого вот раздела. Я сейчас поделюсь с вами экраном. Все внимательно смотрим. Так, ребята, вы услышали вот эту вот песню. Правильно? Теперь, кто мне скажет? Руку поднимаем. О чем поется в этой песне? Что вы там услышали? Юльна Ратыкишева, скажи. Там поется про море. Про море. Правильно. Правильно. Давайте теперь посмотрим. Другую презентацию. Посмотрим, что мы там видим. Обратите внимание, ребята. Вы видите сейчас на данный момент два изображения. Кто мне скажет, ребята? Вот что мы видим на первом, что на втором изображении? Джамал, можешь сказать? На первом изображении остров, а на втором материк. Вот видишь, он материк. А может быть, часть материка? Вот видишь, одной стороной он прикреплен как бы с суши, а с тремой стороной окутан водами мирового океана. Значит, это что будет? Я могу учить. Ага, скажи. Полуостров. Полуостров. Правильно. Ребята, значит, мы в песне услышали слово море, остров, полуостров. Увидели на изображении. Значит, наша сегодняшняя тема называется мировой океан. Смотрим внимательно. Ребята, наши результаты сегодняшнего обучения это объяснять понятие море, залив, пролив, остров, полуостров, показывать объекты на карте и наши уровни оценивания. Мы знаем, да, ребята, по четыре категории будем оцениваться. Например, если хорошо ответить и самостоятельно будете, сможете точнее сказать, все показывать на карте, это будет четвертый, то есть самый высокий уровень. Правильно объяснять понятие море, залив, пролив, остров, полуостров. Или же у нас вторая категория оценивания тоже есть. Без ошибок показывать на карте географические объекты моря, заливы, проливы, острова и полуострова. Также, если у вас будут ошибки, или будете пользоваться помощью товарища или учителя, конечно же, немножко уровень оценивания тоже понизится. Теперь, ребята, давайте посмотрим. У нас есть вот такая вот таблица. Задаются вопросы. Какими океанами омываются материки Евразия, Северная Америка, Южная Америка, Африка и Австралия? И какая у них береговая линия, ровная или изрезанная? Давайте посмотрим. Ребята, обратите внимание. Вот видите, на карту посмотрите. Я здесь поставлю вот карту. Кто мне скажет? Вот Евразия под номером один. Здесь Африка, Северная Америка, Южная Америка, Австралия и Антарктида. Какими океанами омывается? Давайте руку поднимаем. Кто хочет сказать свое мнение? Например, Евразия омывается. Какими океанами вы посмотрели на карту? Кто мне скажет? Давайте будьте активными. Поднимаем руку на Таван. Микрофон включи, Бова. Тихий, индийский, атлантический. Ага. Три океана. А Северная Ледовита не попадает на территорию Евразии? Попадает. Попадает. Значит, общий сколько океанов омывается Евразия? Четыре океана. Четыре. Правильно? Хорошо. Кто мне скажет, скажем так, Африку? Африку. Давайте посмотрим. Руку подняли. Хева Абдуллаева. Учитель, я пока не вижу карту. Подожди, я сейчас верну вниз. Ага, смотри, Африка. Каким океаном он омывается? Видишь, вот здесь. Да. Тихий океан. И еще. Ага. Я еще не вижу. Подожди, загрузится. Хорошо, давайте поможем. У кого видно, пусть они ответят. Руку поднимите, я сейчас верну список назад. Ага. Хаям, можешь сказать Африку? Африку омывает Индийский океан и Атлантический океан. Абсолютно верно. Индийский и Атлантический. Хорошо. Ничто можешь сказать мне Северную Америку? Да. Учитель. Микрофон включи. Северный океан, Атлантический океан. Ага. Два океана. А на севере вот здесь? Северный Ледовитый. Северный Ледовитый. Правильно. Эмин, ты скажи мне, пожалуйста, Южную Америку. Какими океанами он омывается? Тихий океан и Атлантический океан. Правильно. Тихий и Атлантический. Два океана. Хорошо. Кто мне скажет про Австралию? Вот два океана тоже здесь. Кто мне скажет про Австралию? Руку подняли. Так, посмотрим. Ага. Орхан, можешь сказать? Да. Индийский и Тихий. Индийский и Тихий. И последний, ребята. Учебники не дали. Я дополнительно Антарктиду тоже ввел в этот список, чтобы у вас была полная информация. Как мы видим, здесь три океана попадают вокруг Антарктиды. То есть, воды Тихого океана, Атлантического, Индийского океана омывают берега Антарктиды. Хорошо, ребята. Теперь обратите внимание, береговая линия у каких материков более изрезанная? То есть, огромное количество здесь островов, полуостровов, заливов. Где, ребята, вы видите самую большую изрезанность? Руку подняли? Посмотрим, кто хочет ответить. Тимур Гуревич? Северная Америка. Ага, только Северная Америка. Еще можно туда что-то добавить? И... Ага, смотри. И Евразия. И Евразия, молодец. А, ребята, обратите внимание на береговую линию южных материков. Видите, какие они такие вот ровные. Знаете, с чем это связано? Вот мы все любим мультик «Ледниковый период». Мы все смотрели его. Там тоже вот показывается, да, как последний раз в четвертичный период земной шар был покрыт оледенением. Это в основном попало на территорию Евразии, Северной Америки. Как бы последствия ледника у нас остались вот такие вот огромное количество полуостровов и островов. Поэтому береговая линия изрезанная. Итак, ребята, запомните. Если у побережья материков много морей, заливов, островов, полуостровов, проливов, то береговая линия материка сильно изрезана, моря, заливы, проливы – это части мирового океана. Море, ребята, это часть океана, отдаленная от него естественной границей. Этой границей могут быть острова, полуострова, подводные горы. Иногда моря бывают связаны с океанами узким водным пространством. Это называется пролив. Пролив объединяет два водных бассейна. Какие моря, ребята, называют внутренними? К внутренним морям можно привести пример следующий. Внимательно смотрим. Кто мне скажет, ребята, давайте посмотрим, здесь какое море находится вот здесь. Кто-то, если точно знает, включите микрофон, скажете, здесь какое море. Вот я отметил, если вы видите по карте. Не знаю, здесь какое море. Можно я? Средиземное море. Средиземное. Молодец. Средиземное море. Ребята, Средиземное море, видите, как вдаются в сушу. Он объединяется с океаном с помощью пролива. Здесь находится Гибралтарский пролив. Следующее внутреннее море у нас, ребята, будет Красное море. Красное море объединяется с Индийским океаном. Вот здесь находится пролив Баб-эль-Мэндаб. С арабского языка он означает слеза. Здесь находится Балтийское море. Я отмечаю на карте, ребята, старайтесь запомнить места. Балтийское море объединяется с Северным морем и также с Атлантическим океаном с помощью пролива Скагеррак. Запомните места, ребята. Значит, Средиземное море, Гибралтарский пролив. Красное море, Баб-эль-Мэндабский пролив. И рядом с Балтийским морем, который объединяет его Северным морем и Атлантическим океаном, пролив Скагеррак. Скагеррак. У вас вот такая вот готовая карта будет, которую я для вас создал. Он будет загружен в канал География Microsoft Teams. Зайдете его, скачаете себе. Заливы. Что такое залив? Ребята, залив это часть океанов и морей, сильно вдающиеся в сушу. На побережье крупных заливов, таких как Гвинейский, Мексиканский, Бенгальский, имеются десятки морских портов. Небольшие заливы называются бухты. Они наиболее благоприятны бывают для морских портов, так как они бывают защищены от сильных ветров и волн. Давайте посмотрим, какие заливы мы с вами вот здесь перечислили. Гвинейский, Мексиканский, Бенгальский. Вот здесь находится самый большой залив в мире, который мы называем Бенгальский. Здесь Гвинейский, рядом с берегами Африки. А здесь Мексиканский залив. Видите, ребята? Бенгальский, Гвинейский и Мексиканский. Мы с вами проходили в начале года вот эти вот линии, которые проходят и делят земной шар на полушарие. Ребята, кто мне скажет? Вот здесь нулевой градус широты, нулевой градус долготы. Как мы называли эти линии? Кто мне скажет? Руку подняли. Мухаммед, можешь сказать, мой хороший? Это воображаемые линии, которые нужны для того, чтобы узнать более точно, где находится то-то или иное место. Хорошо, спасибо. А Эмин, то есть мне скажет, а как они точно называются? Их название знаем? Параллели и Меридианы. Параллели и Меридианы, правильно. Теперь, ребята, давайте посмотрим на следующее. Параллели и Меридианы, правильно вы определили. Теперь давайте вспомним конкретно, как вот посередине находилось. Это был у нас Экватор и Гриммвический Меридиан. Мы помним, что Экватор делит земной шар на северное и на южное полушарие, а Гриммвический Меридиан на западное и на восточное полушарие. Теперь обратите внимание, Гвинейский залив пересекается и с экватором, и с Гриммическим меридианом. Значит, здесь получается сколько полушарий, ребята? Четыре. Он попадает и на север, и на север, и на юг, и на восток, и на запад. Значит, если вы где-то увидите, как логический вопрос, какой залив находится в четырех полушариях, или какой залив имеет координаты нулевая широта, нулевая долгота, это мы берем Гвинейский залив. Запомните. Когда мы говорим о заливах, прошлый урок, ребята, мы еще с вами проходили, вот где нефть добывается. Помните, Персидский залив? Вот здесь рядом с Аравийским полуостровом. Вот здесь находится Персидский залив. Тоже запомните место. Вот, ребята, вам готовая карта заливов. Она тоже будет загружена в Microsoft Teams. Возьмете его, скачайте себе обязательно. Теперь, ребята, давайте сравним с вами море и залив. С чем они схожи? Мы сказали, что они части чего? Что можно добавить сюда? Они части чего? Кто мне скажет? Давайте посмотрим, кто мне хочет. Рауль, можешь сказать? Море – это участок вода, который живет на суши. Ага. То есть и море, и залив – это является частью чего? Озера, океана, реки. Это части чего? Мирового океана. Значит, их схожая черта. Они части мирового океана. А теперь давайте посмотрим, чем они отличаются. Для моря мы сказали, что имеет что? Что имеет море? Сушное. Ага, скажи. Сушное. Море имеет естественные границы, а залива не имеет. Правильно. Море имеет, ребята, естественную границу. Давайте добавим сюда. А у залива естественные границы. Естественные границы не бывает. Не бывает. Это главная отличительная черта – залива от моря. К морям можно привести, например, Средиземное, мы с вами прошли, Балтийское или Красное море. Правильно? А к заливам можно привести, например, Мексиканский, Гвинейский и так далее и тому подобное. Я зачем это вам в таком виде объяснил? У вас будет домашнее задание, тесты. Там будет вот такая вот диаграмма Вена. Так что не запутались. Ребята, наш город, родной город Баку, расположен на побережье Бакинской бухты. Вот такой вот маленький залив, мы сказали, называется бухтой. Он относится к Каспийскому морю. Теперь давайте посмотрим участки суши в Мировом океане. Ребята, полуостров – это участок суши, сильно вдающийся в океан. Берега многих полуостровов, как Аравийского, Индостана, Индокитая и Скандинавского, Апенинского и других, расчленены морями, заливами и бухтами. Давайте посмотрим их места на карте. Обратите внимание, большие полуострова – это Аравийский полуостров, Индостанский полуостров находится вот здесь, на берегу Евразии. Скандинавский полуостров на севере Европы, здесь находится Пиренейский полуостров, где Испания и Португалия, Апенинский полуостров, где Италия и здесь находится полуостров Малая Азия, где находится Турция. Вот вам, ребята, карта дополнительно полуостровов будет загружена в Teams, возьмете его себе. Теперь обратите внимание, ребята, это увеличенная карта Турции, то есть полуостров Малая Азия. Вот, ребята, кто мне скажет, давайте немножко отдалимся от темы нашей, кто мне скажет. Вот мы Турцию называем нашими братьями, у нас очень хорошие дружеские отношения. Вот в чем это она себя показала, вот последние, скажем, события, в чем это она себя показала и весь мир удостоверилась в этом. Руко поднимаем, кто хочет сказать свое мнение. Так, подождите, чтобы никто не отставал. Гусейн Гулев, можешь сказать? На войне они нам помогали. Правильно. А, как они помогали? Они нам помогали... Они нам помогали Карабах захватывать... Давай я тебя поправлю, Гусейн. Не захватывать, а вернуть, потому что это были наши земли. Правильно. Вернуть наши доисторические территории. Правильно. И в этом все, вот суть, в этой дружбе. Хорошо. Пусть еще кто добавит. Хава, можешь, если хочешь, скажи свое мнение. Включи микрофон. Обеспечивая нам оружием. Оружием. Правильно. Всякой помощью. Правильно, ребята. Молодцы. Поэтому мы их называем нашими братьями. Хорошо, ребята. Теперь дальше давайте посмотрим. Значит, мы с вами увеличили карту Малайзийского полуострова. А в учебнике будет такое задание. И чтобы вам сложно не было находить карту, я для вас открыто уже вот так нашел. Показываю, что где находится. Точно такое задание у вас будет в учебнике. Это полуостров Малая Азия. Здесь находится Турция. Ребята, обратите внимание. На северной части находится Черное море. Вот если здесь какая-то цифра будет, то будет Черное море. С Черного моря с помощью пролива. Вот узкий здесь пролив находится. Называется Босфор. Босфорский пролив. Мы можем попасть в Мраморное море. Отсюда с проливом Дарданелла, он так и называется, пролив Дарданелла, можно попасть в Эгейское море. И как только мы попадаем в Эгейское море, отсюда уже свободно можно попасть также в Средиземное море. Значит, здесь Черное море, пролив Босфор, Мраморное море, пролив Дарданелла, Эгейское море и попадаем в Средиземное море. И мы сказали с вами, ребята, через Средиземное море можно плыть на запад и с помощью Гибралтарского пролива можно выйти в Мировой океан, точнее сказать, Атлантический океан. Запомните все места. И остров, ребята, мы сегодня с вами тоже проходим. Видя на изображении, он со всех сторон омывается водами Мирового океана. Остров – это участок суши, окруженный со всех сторон водой. Он может быть частью суши, отделившегося от материка, или вершины подводного вулкана. Некоторые острова сложены из останков морских организмов. Значит, остров может быть материкового типа, острова могут быть вулканические, то есть иногда верхняя часть вулкана поднимается поверх воды. Или же в море обитают такие, скажем, морские обитатели, которые организм состоит из кальций. И когда они вымирают, они накапливаются, превращаются в острова. Это более углубленно вы будете проходить в седьмом классе. На земном шаре преобладают небольшие острова, но есть такие, которые видны даже из космоса. К этим островам можно привести пример, как Гренландию, Новую Гвинею, Японские острова и другие. И острова, которые имеют благоприятный климат, здесь очень сильно хорошо развивается туризм. Давайте посмотрим места известных островов. Ребята, здесь находится Японский остров. Здесь будет находиться самый большой остров в мире, Гренландия. Также мы сказали об острове Новая Гвинея. Еще дополнительно я вам покажу, вот здесь находится Новая Зеландия, рядом с Австралией. Также рядом с Африкой Мадагаскар. Рядом с Индостанском полуостров, который мы до этого прошли, Шри-Ланка. Вот здесь будет. Также в центральной части Америки, то есть между Северной и Южной Америкой, здесь находится Куба. Точнее сказать, не только Куба. Куба, Ямайка, Пуэрто-Рико, Гаити. Мы эти названия проходили с вами, когда проходили тему путешествия Христофора Колумба. Он впервые дошел и здесь открыл вот эти вот острова. Итак, ребята, это известные острова в мире. Заново говори Япония, то есть японские острова. Гренландия, Новая Гвинея. Здесь Новая Зеландия, Мадагаскар, Шри-Ланка и Куба. Запомните их места. Ребята, некоторые страны у берегов создают искусственные острова, увеличивая этим свою территорию. А есть страны, которые соединяют острова, на которых они расположены друг с другом или с материком. Например, остров Великобритании соединен с Европой, тоннелем, который называется Евротоннель. Он проходит под проливом Ла-Манш. Вот здесь, видите, наглядно вам схема показывает. Как мы знаем, ребята, Великобритания находится в островах. Вот здесь это островное государство. А здесь Франция. Чтобы их объединить, здесь провели тоннель под проливом Ла-Манш. Я сейчас эту часть немножко для вас увеличу, чтобы вы наглядно все видели. Видите, ребята, вот здесь Великобритания и здесь Франция. Под проливом Ла-Манш провели вот такой вот тоннель, который объединяет два государства. Вот даже, можно сказать, государства и материксы острова. И мы сказали об искусственных островах, которые вот остров Пальма, можно привести пример. Объединенные Арабские Эмираты. Они создали искусственный вот такой вот остров. Кстати, очень сильно здесь развит туризм. И так, ребята, теперь я делю экран на две части. Давайте мы быстренько с вами разберем раздел, что узнали. Прочитаем и потом скажем, какое у вас будет домашнее задание на следующий урок. Так, вернем и ваш список на экран тоже. Ага. У вас наверняка рядом есть ваши учебники. Я дополнительно вопросы на экран тоже вывожу, чтобы вы это видели. Первый вопрос. Кто прочитает для меня? Ага. Дамла, прочти. Белеговая линия материков может быть сильно изрезана. Море, это часть океана, имеет естественные границы. Абсолютно верно. Так, так, что. Абсолютно верно. Это было первое предложение. Наталья Ивановна Гадирова. Читаем, мой хороший, второе. Микрофон включи. Залив и пролив удобно для морских портов. Ага. Залив. И как вы думаете, ребята, Натова, может, сама исправишь пролив или по-другому маленькие заливы, как мы сказали, называем? Еще даже Баку находится в таком заливе. По-другому маленькие заливы. Бухта. Как называется? Бухта. Молодец. Значит, там будут заливы и бухты. Они удобны для морских портов. Хорошо. Дальше пусть мне прочитает Гюльнара Текшева. Третье предложение. Микрофон включи. Третье предложение сейчас. Пролив – это узкая водная инфраструктура, соединяющая море с океаном. Правильно. Молодец. Хорошо. Айха Мустафаев, прости четвертое предложение. Остров – это участок суши, окруженный со всех сторон водой. Правильно. Молодец. И пусть прочитает, кто сегодня, пока кого не услышали. Джамал. Наш Джамал Богодинов. Давай, мы тебя сегодня не слышали. Давай, пятое предложение. Часть суши, сильно выдающаяся в океан, называется полуостровом. Полуостровом. Молодец. Молодец, Джамал. Полуостровом. Ребята, есть здесь что-то сложное или непонятное? Нет. Нет. По карте, я знаю, по карте было очень много информации. Нет. Но давайте посмотрим, чтобы вам не сложно было дома учить тему. Я для вас сделал следующее. В разделе, вот, когда вы в Teams заходите, здесь канал география. Вот наверху здесь раздел файла есть. Если вы туда, вот, когда будете учить тему, посмотрите, сюда будут загружены карты. Сейчас они вот сейчас загружаются, вы их увидите. Те карты, которые я вам сегодня показал, там, заливы, проливы, моря и острова, и, там, другие географические объекты. Те готовые карты уже здесь есть. Значит, ваше главное домашнее задание будет, что сделать, ребята, посмотрев их места. Мы обычно что делаем, где мы их отмечаем, где мы будем их отмечать? На контурной карте. Правильно. И, ребята, теперь я открываю для вас браузер, показываю, я вам дальше отправлю один линк на тесты. Это будет тесты в Google форме. Помните, мы даже оценивание делали в Google форме. Вот будет вот такая вот тема, мировой океан. Сюда напишите имя, фамилия, отчество, выберите класс, ответите на 10 вопросов. Здесь вопрос есть и закрытые, и открытые, по карте, диаграммы Вена. После прочтения и посмотрения там карты, сделайте это задание. Чтобы закрепить тему, у вас будет еще вот такая вот интерактивная игра. Моря, заливы и проливы. Она тоже будет загружен в раздел чата в Microsoft Teams. Вот она открылась. Как вы будете ее делать, объясняю. Вот на одном примере. Обратите внимание. Вот, например, я нажал вот сюда. Вижу, здесь залив находится, например. И выбираю из вариантов, какой это залив может быть там. Вот рядом с Аравийским полуостром. Или какой пролив. Смотрим и находим подходящий, скажем так, ответ. Скажем так, мы выбрали здесь Оденский залив. Каждую точку по одному вот так нажимаем. Выбираем нужный нам, скажем, вариант. И в конце, видите, все видят, ребята, здесь внизу вот такую вот синюю галочку. Вы его нажимаете, и она будет вам показывать, какие территории вы правильно ответили, какие нет. Понятно, ребята, как будете это делать? Нет вопросов ни у кого? Нет. Ага, молодцы. Нет. Конечно же. Теперь скажите, я каждый раз после уроков обычно для вас дополнительно видеоролики делаю. Все знают, да, в YouTube наш канал? Да. Здесь тоже будет загружена наша сегодняшняя тема. И в Microsoft Teams я его тоже выставлю, чтобы вы заново смогли его пересмотреть. Хорошо? Да, конечно. Хорошо. Ребята, вопросы есть? Нет. А, Хава Абдуллаева нам и смайлик отправила. Ей понравилось урок. Спасибо, ребята, спасибо. Спасибо. Кому понравилось, можете там нажать на кнопки. Да, у кого есть вопросы, спрашивайте. Вот я написал острова, например, Тихого океана, Новая Кивине, Барнео, Хансю, Люсон, Южный остров, Миндаве. Это надо было все сделать? Да, да, это очень хорошо, потому что это первая тема вам дается в шестом классе, и она вам понадобится до одиннадцатого класса. Поэтому и тетрадки не теряйте, ребята. Спасибо, ребята, за смайлики, спасибо. Я вас тоже всех очень люблю. И это вам понадобится до одиннадцатого класса обязательно. Поэтому я эти карты вам тоже выставил, оттуда тоже посмотрите. Если что-то не нашли, сможете оттуда скачать. И до следующего урока, чтобы все эти задания были готовы. Договорились, ребята? Да. И оценивание, конечно же, мы сказали сегодня, у кого было какое оценивание. Мухаммед, спасибо, выделился, да, четвертый уровень. Да, да, я слушаю. А когда мы тесты будем писать? А, ну, как вы знаете, на основе этого, вот, скажем, полугодия, вы знаете, из-за пандемии, из-за карантина, условия немножко поменялись. Вы в конце года один раз напишите оценивание. А так, скажем, каждой теме я вам буду вот такие вот куизы отправлять, вы будете делать, чтобы темы закреплять. Хорошо? Дальше, ребята, спасибо большое. Рауль, четвертый уровень. Эмин, спасибо большое. Хорошо выделился. Дамла сегодня выделилась. Джамал, как всегда, молодец, будет активным. Кюльчигра, дальше, кого здесь я сейчас не хочу пропустить. Хава, Абдуллаева, сегодня была активная. Ниджат, спасибо, ребята, все были активны, я видел, все поднимали руки, но мы знаем, у нас 30 минут, и стараемся, чтобы все были оцениваны, было у всех. И если у кого-то сегодня оценки не было, вы же будете делать тесты правильно, которые я вам в линк отправил, а тут тоже мы возьмем и будем вам писать оценки. Договорились? Да. Паршарин, на сегодня у меня все. До свидания. До свидания. Спасибо за урок. До свидания. Спасибо за урок. До свидания. До свидания, учтинца, спасибо за урок. До свидания. Учтинца. Продолжение следует...